За кулисами царит волнение и суета, кто-то прихорашивается, кто-то распевается. Но вот в зале гаснет свет и над зрителями летят протяжные звуки казачьих напевов. С серебристыми волнами, волнный деревень пробегал. Небольшой зал Дворца культуры «Видное» с трудом вместил тех, кто пришел послушать казачьи песни в исполнении участников коллектива «Терек». Он своеобразная визитная карточка муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина. С момента своего основания, с 2008 года, фольклорный коллектив «Терек» стал своеобразной яркой звездой центра культуры, который радует нас постоянно какими-то новыми работами, своим оптимизмом заряжает не только всех сотрудников, всех жителей, зрителей, которые посещают наше мероприятие, и остается по сей день такой же яркой звездочкой. Репертуар фольклорного коллектива «Терек» значительно отличается от других ансамблей, поющих народные песни. Сегодня в нем участвуют 35 артистов в возрасте от 4 до 70 лет, а когда-то все начиналось с нескольких энтузиастов. Появилось 7 казаков, которые как раз назвались «Тереком». Отлепились мы от музыкального сопровождения, стали работать только голосами. После этого мы решили, что и дети могут только голосами работать, что это не страшно. Потом у нас появилось многоголосие, и наконец-таки мы стали петь прям терскую, живую, настоящую традицию. Но я сама родом с «Терека», поэтому получилась вот такая вот завязка. За долгие годы коллектив исполнил более 500 народных песен. Многие из них по-настоящему уникальны и были неизвестны широкой публике. Их артисты привозят, в том числе и из гастролей, где встречают немало единомышленников. Когда-то брошенное небольшое семя выросло вот в такой коллектив, а это не могло быть по-другому, если бы за ним не ухаживал, за этим маленьким растением. И вот есть люди, благодаря которым все это шло, 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 и вот дошло до 15 лет. Кирилл Волков свидетель развития коллектива. Заниматься здесь он начал с трех лет, а сейчас ему 18. И через все эти годы он пронес любовь к народной песне. Фольклор вообще это не сценическое прежде всего. Это вот сел за стол, сыграл песни, как говорят казаки. Не спел, сыграл. За стол протяжную песню. Казаки больше по протяжной песне любят. На сцене ты должен как-то это делать сценически, передавать народу то, как это можно сделать за столом, например. Это очень сложно, это очень сложно, но есть какая-то отдача. Для многих артистов коллектив «Терек» стал важной частью жизни. По сути, это одна большая творческая семья, причем порой не в переносном, а в самом прямом смысле этих слов. Дети сейчас у нас есть, например, Анна Качалина, она у нас первым голосом. У нее уже Полина, внучка, уже поет, значит, у нее пела дочка, она уже выросла. И мы стараемся вот как-то прививать это детям, внукам обязательно. И у нас это получается. Ни одно крупное мероприятие, проводимое в муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина, не обходится без участия Терека. Коллеги отмечают, что работать с ними – одно удовольствие. Они такие, какие-то все очень добрые, светлые, и это те люди, которые любят свое дело. Особенно руководители Елены Сергеевны и вообще взрослые, все участники, они всегда рады. Они всегда вот дают свою теплость, свою доброту, и мы им стараемся тоже отвечать тем же. После того, как отпразднуют 15-летие коллектива, артисты вновь отправятся в путешествие. В этот раз в Краснодарский край, где встретятся с коллегами, чтобы обменяться опытом. С мастер-классом и с концертом. 16 ноября мы будем там, на Кавказе, на моей родине, и будем меняться. Нам покажут, что они умеют, мы покажем, что мы умеем. В общем, к своему дню рождения мы сделали себе еще вот такой подарок. Коллектив нашего телеканала присоединяется к поздравлениям. Звучите также ярко и красиво, и продолжайте радовать людей своими песнями. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.